здравствуйте валерий константинович прощающую с праздниками растут ваши деревья привиты вашими черенками опишите пожалуйста какого срока созревать и сколько хранится груша лесная красавица людьми мрамор космические яблони голоджелеза разновидели вектор пожалейте меня найдено чем кончаются мои познания вот фотографии суббирать братья сами нравится фотографии у них кусок не бывает груша лесная красавица очень сладкая так сколько хранится относится к этим к сеним сортам но лежать может до декабря если обеспечить ей я коротко если обеспечить и эти самые условия людьми вы получал как зимнюю от чернышова оказалось ну или ленте носим где-то в сентябре в октябре она уже сгнивает если не скушать сладчайшие мраморная тоже самое космическое тоже самое вот они все летние осенние вот в них знаете как на них очень сильно влияет руссурийская груша руссурийская груша она достаточно поздняя и скорее всего я подозреваю что именно ей обязан тому что вот эти груши вами перечислены люди аграбра космическая они подольше сохраняются на дереве до самых морозов это это большой плюс вот а у вас допустим как растут ваши деревья привиты вашими черенками если если деревья не моя черенки мои вас совсем другие сроки могут быть все-таки еще как я любил это вот вы понимаете что я там сейчас прочитал ну-ка 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 короче помните о чем я говорю о влиянии приводит на подвой я дурак думаю что это я первый придумал оказывается вот ну по крайней мере я и не спорю с самим великим вечерином и так влияние подвоя делает характеристики более расплывчатыми так теперь яблони голден железово это зимний сорт розмарин летний сорт но последние годы вот я показывал хожу по саду уже мороз а розмарин так и яблоки висят заверзи висят то есть благодаря опять по двою благодаря сибирка он при летних перешел в осенние лимонка вот лимонка вы знаете да и продавала вместо десятка два синька продал лимонки от чернобаева она летняя потому что он же как взял вроде бы как-то не царское это дело да не за что а потом все таки его взял и понес лимонку на это на конкурс причем конкурс свободного уровня почти что республики хотя проходил сыгроз второе место по курсу за его шуметь второе место это значит что она летняя чем больше сахаристия тем меньше хранится лоба совсем добрый вечер советской области валерий константинович если вас пример по отношению королевского врачи из косточки да есть какой размер плодов интересуется как прошлом году посадил косико леска вырос один из десяти хочу растить косточки дальше правильно ничего думаю сморецкий морозовый выдержать если не сгнаетесь у них нет понятия морозостойкости они не завязать они могут только соприть теперь насчет королевского так значит вот так как у меня у них но вы видели там мою фотографию там с ведром стою там плоды по 78 грамм вот урожай был большой а у вас получится где-то грамм 3050 дело в том что почему распространяем папа не знаю кто его пылил не знаю так что ответ распространяем у меня в нежуродской области третий год и скотчка насчет королевский абрикос а это весной было первое цветение на все цветы сбросил первый цвет это все-таки рассчитается первый цвет это все-таки не плоды так что все нормально вот третий год и уже цвел ухты это реакция на письмо виктора карелин здравствуйте пару вопросов первое просьба перечислить сорта слив длинными крупными костиками для прививки на синий фиолетовую китайку так это уже где-то было сейчас не найду значит речь идет длинные крупные кости это а значит венгерки любая венгерки грация потом с украины сорочинская и богатырска опять украины все на этом пока все у меня еще есть но они или случайно не случайно был 1 урожая планета венгерка все плоды мелкие невкусные может это по первый год потом посмотрим тогда был бы четвертый сорт но я не воду так и просветками и нету не продал бы бухал точек все время разослал но не спросили хорошие хорошо рекламировал но тем не менее вот так получилось а кстати я говорю про черенки косточки никто не берет розовая венгерки это фактически новый сорт образец от чернебаева который испортил прививками на абрикосы мои синие венгерки и никто не берет идет неделю за неделю месяц за месяц их никто не берет я их не выброшу нет и не подарю я уже понял что мне там осталось что 300 не продать вот но после этого разговора 12 закажут это вряд ли вот но я из ассоцирую я их весной высаживали на самом нет у нас земли нету что будет дальше куда ладно это я вам поплакался как по такой близкого человека так видимо останется часть черенков весной не так много подвоем можно ли укоренить весной как виноград смородины вырастить веточки для прививки на следующий год у меня нет своего опыта я никогда не укоренял всегда подвоем было море вот и так как я начитан и относительно меня в голове нет ни одного случая чтобы кто-то укоренил именно слива хотя слива она очень хорошо держит влагу придется вам рисковать и придется вам что становиться основоположником торговый дмитрий все что могу сказать стыдно и это должен знать но не алексейка карелина у меня была удача опыт укоренения волочной вишни с веточки получился саженец сортовая волочка не стал сажать косточки побоялся чтобы потерять свои свойства вот веселый год по укоренению косточки да укоренитель клоникс гель запоминайте карелин спасибо наташа всем привет из калуги подскажите пожалуйста когда надо слицировать косточки черешни значит я ни разу в жизни не слицировать косточки черешни значит одно знаю что обычно в стандартных два месяца для него мало и где-то в голове держится некоторая от других письма похоже три месяца мало когда один когда-то я заглядывал дает не будучи уверен что это надо я не доверяю никогда это но там было написано 6 месяцев это где-то но это не значит что это истина ищите середину в час через четыре час через пять скорее всего так знаю что упрямая знаю что два-три места и не хватает на этом свои познания закончились валентина из кургана знакомиться будем вот вам телефон ну что я скажу до этого мы существуем чтобы вы перезнакомились видимо вы соседи леонид карелину дмитрий у меня был опыт укоренения русской сливы кометы поздний ура при посадке саженца весной обрезал его обрезанную ветку поставил воды в теплицу в итоге к осени посадил стакан землей так и дал корни при том этот укорененный черенок отдал коллеги по работе он посадил себя на даче в итоге растет четвертый год ростом больше метр восемьдесят при условии что один раз сажен стримером скашу ну что давайте пробуйте у леонида лобасова получилось пробуйте вы олег мезинов всем здравствуйте карелин дмитрий вы сегодня затронули тему реста сорту написал на почту два письма обратите внимание потом это может быть важно то есть вы мне какую-то информацию преподнеси да вот посмотрим спасибо александр мои слова правда еще я сказал что черенки надо все равно вас буду брать у меня второе третье поколение усредняется ой господи как мне это самое для меня каждого письмо подарок судьбы главное из них это сдерживать ваша задача в том числе сдерживать мою фантазию понятно николай и так мои слова правда еще я сказал что черенки надо все равно вас буду брать у меня второе третье поколение усредняется с подвоями например у вас сувенир востока светлая окраска на фото войне у меня уже несколько окрасок ну ладно продолжаю у меня привитый натер темно-синее у меня есть такие а в следующем поколении меньше размерами но еще синее и чем больше в прошлом году привил на прикос посмотрим что получится ну что я скажу вот волшебники он есть волшебник вот у вишни прикопана ветка корни дает но потом такой образец долго не прожил женька вадимовна черешню статифицирую калуга от 6 до 10 месяцев ой 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 где же возьмете 10 месяцев это надо сразу после этого после она ранее овощ поэтому рано засветает и рано плодоносит то есть получается на сайте цель кассу сразу после того как она созреет правильно ну что 6 10 месяцев информация тоже информация спасибо а вы знаете что такое новых сообщений 11 нажать никогда не нажимал так то принципе мы закончили ну-ка нажал а что там было но я вижу что просто смотрите пишет давайте подождем у нас еще договаривались ответы вопросы знакомства целый час у нас еще примере кстати я сейчас только увидел лилию ряжу привет волшебница лилия называю уже сестрой сколько броей вы увидели фильма где-то около 40 только этих только аудио моих этих самых рассказов а с удовольствием оставляйте это всего ряжу и только это вот вы не друзья каких вот такие вы друзья ой ребрик вот он мой друг вот для меня высшая честь когда ребрик присутствует на моем вебинаре понял что он не простой человек не даже не потому что главный ряда потому что я по центральную радио слушал его лекцию не помню ничего у меня шокировал что это мой друг выступает по центральному радио так ждем что напишет залежат смотритель на фотографии видите вот они господи я сам не верю не верю как это может случиться ничего же не да не планировал нельзя планировать только прививать привать по двое как можем у этого дичей привык как можно культурный потом складить но смотрите ли усерднили самую не дадим покоя садим усерднице 2 3 поколение ах усерднице а вы новый подвойный днем да друзья вот ждем что напишет смотритель участник почему-то прибавляется если новички это так приятно что есть новички а вот оно письмо манитоба из косточки хорошо получилось самое лучшее 7 целых ух ты цветет на поле пока не завязывать я боюсь что она вот уже будет не манитоба но все равно приятно что вы занимаетесь все таки редко все таки канада так ну что наверное все больше никто не пишет мы будем прощаться с вами значит смотрите культурные абрикосы заканчиваются если я вам показал бы сейчас что в холодильнике вы бы схватились за голову и быстренько быстренько сделали заказы вот но так как я уже знаю что они все равно кончатся я ажиотаж не устраиваю и не нагнетаю культурные скоро закончится я держу пол половины литровой банки академики я не знаю зачем я держу я уже написал что академиков нет я не знаю что с ними делать или задрать цену несколько раз или оставить себе вот потому что это уникальная вещь но мне нужна земля мне нужны помощники вроде елены нам нужно с ней вот но как сделать чтобы мы потом вот это не распродали не разошлось потом по десятку костю все что осталось у меня позднее филиппе лежат косточки косточки супер этого серафима лежат значит косточки этого самого академика 100 граммов плодов лежат что дальше еще три месяца еще успею распродать причем быстро распродать и по 100 рублей могу косточки продать я в отчаянии честно я в отчаянии что дальше что может сергея 7 отпуск не дадут весной только устроился коронавщиком два-три месяца назад что будет как и опять года опять годы этого я уже в отчаянии говорю но даже без этого еще мне чем торговать и искуски и сереньки давайте друзья делайте заказы за что заказать и каталог что там видно что закончился что нет и на этом будем прощаться видели ссылку заказать семена в каталоге давайте жду так и как он говорил то окопиан будет вам счастье до свидания друзья жалко расставаться он сколько нас здорово все спокойной ночи трансляцию отключаю